Всем привет! Это новости из Турции. Шестой день. В Турции продолжают происходить землетрясения. Самое слабое за сегодня, по состоянию на 14.30, было землетрясение магнитудой в 3,2 балла. Самое сильное землетрясение произошло в Карахман-Мараше около 7 часов вечера 10 февраля. Число жертв двух разрушительных землетрясений с эпицентром в турецком Карахман-Мараше достигло свыше 20 600 человек. Масштабные разрушения и факты гибели людей имеют место в провинциях Карамараш, Газиантеп, Шанлы-Гурфа, Дияр-Бакыр, Адана, Ады-Яман, Османия, Хатай, Килис, Малатья и Лязы. В ходе боесково-спасательных работ спасены более 80 тысяч человек. Из 10 провинций эвакуированы более 92 тысяч граждан. В работах в зоне землетрясений участвуют 32 тысячи спасателей из Турции и 8 тысяч спасателей из-за рубежа. В целом в работах в зоне бедствия задействованы 166 тысяч человек. Используется 12 тысяч единиц рабочей техники. По воздушному коридору в зону землетрясений осуществлено более 3,5 тысяч рейсов. Кроме того, для нужд зоны бедствия выделено 26 морских судов. Итоги разрушения турецких городов после землетрясения. Тысячи жертв, разрушенные здания, дороги и огромные трещины в земле. Как, например, здесь на кадрах видно, что от города Хатай после землетрясения практически ничего не осталось. Здания сложились как карточные домики и превратились в руины, под которыми до сих пор лежат люди. И из-за этого в Турции были арестованы 8 человек в связи со строительными дефектами в зданиях, которые обрушились из-за землетрясения. Так, в провинции Шан-Лы-Урфа были задержаны 8 подозреваемых, которым было вынесено постановление о задержании в связи с выявленными дефектами конструкции зданий, разрушенных в результате землетрясения. По мнению экспертов, многие дома обрушились из-за ошибок архитекторов и строителей. Катастрофа в Турции унесла жизни более 20 тысяч человек, фактически став пятым по разрушительности катаклизмом в истории 21 века. Воспользовавшись суматохой в разрушенных от землетрясениях городах, некоторые несознательные личности занимаются грабежом местных магазинов. Так, в соцсетях появляются видео с мародерами в Турции. Некоторые из них, как утверждается, были задержаны и ждут дальнейшего разбирательства. Эрдоган сегодня заявил, что режим ЧП вводится в том числе с целью облегчить борьбу с мародерами. А глава МВД вчера сказал, что явление это не масштабное. В интернете ходят слухи о том, что по всей территории Турции закрываются школы и садики в связи с подготовкой к дальнейшим землетрясениям по всей стране. Но это не так. В Турции объявлен 7-дневный общенациональный траур по погибшему в результате разрушительного землетрясения на юге страны. И именно поэтому эти учреждения и были закрыты. Также об этом сообщил президент страны Реджеп Эрдоган. В связи с землетрясением, которое произошло в нашей стране 6 февраля в Турции, объявлен 7-дневный траур, заявил турецкий лидер. По его словам, в связи с объявлением траура, государственные флаги по всей Турции и представительствах страны за рубежом будут приспущены до захода солнца в воскресенье 12 февраля. Это были все новости на данный момент. А чтобы узнавать больше интересного о Турции, подписывайтесь на наш канал. Также не забывайте про лайки и комментарии, чтобы помочь каналу в дальнейшем развитии. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok